В июле Антон и Яна были одной из десяти пар, которые желали стать участниками реалити-проекта ЭКО в подарок от Евоклиника ИВФ. Ребятам повезло. Экспертный совет выбрал их среди всех претендентов. Теперь пара должна была не только пройти путь ЭКО, но и поделиться им с вами. Сегодня заключительная серия реалити-проекта ЭКО в подарок для Яны и Антона, и они готовы поделиться впечатлениями от работы звездной команды Евоклиник ИВФ. В целом нам очень понравился сервис, нам очень понравилось качество работы с нами, то есть вообще в плане сотрудников Евоклиник. Очень все открытые, доброжелательные, то есть настолько было приятно общаться абсолютно со всеми, что это естественно оставляет такое приятное впечатление в целом вообще после работы. Позитивные, да, ну как бы вообще в плане общения с людьми очень было и приятно, с каждым сотрудником было приятно, начиная там от рецепции и заканчивая общением с доктором и с врачом, да. Вот, вообще, конечно, очень довольны всем. Лечащим врачом-репродуктологом Яны и Антона был Андрей Валерьевич Любитько. И доктор, и персональный координатор были на связи с парой 24 на 7. Это только маленькая часть того, что в себя включает в ВИП-программа ЭКО. Каждый день ребята ощущали максимум заботы, потому что в Евоклинике ИВЕФ знают, что для каждой пары это всегда непростой путь. Очень сложно ждать момента Хабича, очень сложно. На каждом этапе по-своему было сложно. Сначала боялись, как там, что получится, не получится, будут ли там эти яйцеклеточки там появятся ли, ну, то есть... Ну да, фолликулы, потому что изначально была проблема в том, что фолликулов было мало, и мы были готовы к тому, что их будет меньше, чем вообще в целом должно быть у женщин моего возраста, ну, то есть особенности физиологии, скажем так. А потом вроде как всё хорошо, и потом снова... Потом стали переживать, сколько эмбриончиков там получатся. Да, то есть там тоже было не всё марка, потому что на момент переноса нам эмбрион сказал, что один уже был такой прям полноценный бластоциста, который... Полноценная я бластоциста, которая делилась. 12 очень долгих дней в ожидании результата ХГЧ. Этот тест показывает, наступила ли беременность. В этот раз у Яны беременность не наступила. Для команды Евоклиника ИВФ это тоже огорчение. Но мы показываем в нашей проекте всё как есть. Это очень сложно принять факт того, что пролёт. Ну, мы руки не опускаем, мы планируем двигаться дальше обязательно, и поэтому... Что я не хотела играть вообще? Мы однозначно будем обращаться в Евоклиник. Ну, как бы у меня вообще не стоят вопроса даже, я не знаю, есть у нас там транспортировка эмбриона в Беларуси, да? Но у меня не стоит вопроса в том, что куда бы я пошла потом и в случае неудачи. Яна и Антон учли все нюансы. Они воспользовались услугой Евоклиника ИВФ и сделали криоконсервацию эмбриона. Будущие малыши в наших надёжных руках. Они находятся в криохранилище Евоклиника ИВФ. Семья называет их ласково «наши снежинки». У нас есть там эмбриончики. И мы сейчас думаем, каких из двойняшек или одного. Будем разговаривать с доктором, как это будет лучше. Мы уверены, что однажды Яна и Антон испытают радость и станут родителями. По-другому не может быть. Мы получили в недавнем времени результаты ХГЧ пары Яна и Антон. К сожалению, ХГЧ наш отрицательный. Мы говорили с ними по телефону. Мы обсудили дальнейшую тактику. У них имеются ещё криоконсервированные эмбрионы. Эмбрионы достаточно хорошего качества. По возможности это две соломины с эмбрионами. Одна из них бластоцистая, хэтчинговая. И там ещё имеются кавитирующие аморулы. То есть у нас имеются шансы на наступление беременности. Но, к сожалению, природа репродуктивной системы человека такова, что не каждый перенос эмбриона, не каждая попытка переноса заканчивается беременностью. Не всегда можно знать причину, почему беременность не получилась. Одна из причин – это аниуплоидные так называемые эмбрионы, то есть дефект хромосомного набора. Мы не можем никак распознать этот дефект, не делая специальной генетической диагностики. Морфологический эмбрион может быть хороший, но он может иметь дефектный хромосомный набор. В дальнейшем мы будем работать над тем, чтобы у нас был положительный результат. У нас может быть ещё две попытки криопереноса, и мы будем в ближайшее время готовиться к криопереносу. Мы встретимся с ними ещё раз, с Яной, и будем обсуждать, какие дальнейшие этапы подготовки будут у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова